Привет! Как вы знаете, наборы Манчкина можно смешивать и играть смешанными колодами. Соответственно, был выпущен разработчиками набор под названием Манчкин 7 двуручный чит. Он позволяет сбалансировать смешение всех этих разных наборов. Поскольку данный набор предназначен для смешивания разных наборов Манчкина, от классического и звездного, до пиратского и укушенного, то вполне понятно, почему карты ориентированы на облегчение победы и объединение многих свойств классов и рас. Если вы играете только классическим Манчкином, то двуручный чит лучше не замешивать. Рассмотрим, какие присутствуют карты в колоде дверей. Во-первых, в наборе очень много карт Супер Манчкина, читов, минус 5 монстру, монстров 1 уровня и монстров 10 уровня. Куча Мала играется как бродячая тварь, но после розыгрыша каждый из Манчкинов может вкинуть в бой по одному монстру с руки. Потому что мы банда, играется как бродячая тварь, но вкидывается в бой любое количество монстров, а не один. Три в одном позволяет иметь три расы в любом сочетании, в том числе и с человеком. Химера позволяет иметь сколько угодно рас. Ультра Манчкин позволяет иметь три класса. Супер Пупер Манчкин позволяет иметь сколько угодно классов. Старая Редакция позволяет сыграть расу как класс или класс как расу. Империя наносит ответный удар. Разыгрывая карту после боя, можно воскресить всех убитых монстров с их усилителями и заставить Манчкина драться с ними снова. Может быть полезно, чтобы добить Манчкина, либо напротив, чтобы воскресить против себя легкого монстра и получить еще один уровень за повторное убийство. Появились карты типа плюс-минус 10 монстру или плюс-минус 5 монстру. Они усиливают усилитель монстра на плюс 10 или минус 10 или плюс 5 или минус 5 на усмотрение того, кто играет эту карту. А теперь рассмотрим интересные карты сокровищ. В седьмом Манчкине есть две карты, позволяющие прочесать сброс и забрать карту класса или расы. Это свойство ценно, когда смешивается много наборов Манчкина. Если же их мало, то лучше такое продавать, ибо стоят такие шмотки 900 голдов. В двуручном чите очень много усилителей шмоток, поэтому прокачиваться становится еще легче. Двуручный чит. Работает как обычный чит, только на две шмотки. Чит на пропалую. На один бой дает возможность применить любое количество шмоток в обход всех правил. Правда, после боя придется скинуть все, что использовал не по правилам. На чужой каравай рот не разевай. С этой карты нельзя потерять шмотки из-за проклятий с ограничением только для. Это полезная подстраховка. С ней можно смело одевать хорошие шмотки только для. Поднимая до одиннадцатого. Разыграв эту карту, победным будет считаться одиннадцатый уровень. И десятый и одиннадцатый можно получить только за убийство монстра. Переносная нора. Позволяет держать на руке на одну карту больше. Функция не самая полезная, зато стоит шмотка целую тысячу голдов. Купон. С ним всегда следите, что уходит в сброс, чтобы в нужный момент забрать себе. Пенни-везенни. Когда кто-то теряет шмотку из-за проклятия, вы можете скинуть пенни и забрать эту шмотку себе. Только представьте, противнику будет вдвойне обидно не только потерять хорошую шмотку, но и понимать, что ее потом забрали за монетку. Натасканная моль. В манчкине есть особые вещи, реальные, типа футболки, газировки, бейсболки, которые позволяют в настолке иметь какое-то преимущество. Это опциональное правило, но если вы его используете, то тут моль может вам помочь. Талисман удачи. Круче, чем хотельное кольцо, так как не просто избавляет от проклятий, но еще и переводит на выбранного тобою соседа.